В 1756 году началась так называемая Семилетняя война. Это была первая военная кампания, в которой русская армия приняла широкомасштабное участие на Европейском театре военных действий. Европейцы впервые лицом к лицу столкнулись с русским солдатом, а также увидели диковинных для себя обитателей Юго-Востока Российской империи – казаков, калмыков, башкир, мещеряков и татар. Каковы были причины и итоги Семилетней войны? И чем обернулось участие в ней для России? С разных ракурсов один и тот же предмет выглядит по-разному. Так же и в случае с войнами. Например, то, что у нас принято именовать Отечественной войной 1812 года, в Европе называется русской компанией Наполеона. В Австрии Семилетняя война известна как Третья Селесская, в Швеции – как Померанская. А вот Уинстон Черчилль предложил именовать ее ни много ни мало Первой мировой войной. Семилетняя война действительно была мировой, охватившей многие страны Европы, Азии и Америки – от Филиппин на Востоке до Канады на Западе. Это действительно была мировая война. Почему? Потому что количество жертв, оно составило где-то 600 тысяч человек только убитыми и 700 тысяч человек пострадало в той или иной степени. То есть это был очень глобальный конфликт. И действительно, наверное, можно назвать ее, это действительно Первая мировая война. Хотя традиционно Первая мировая война считается, что была в 20 веке. Первые выстрелы Семилетней войны раздались задолго до ее официального объявления. Причем не в Европе, а за океаном. В 1754 году англо-французское колониальное соперничество привело к четвертому по счету вооруженному конфликту в Северной Америке. Началась так называемая Франко-Индейская война. Мы знаем, что Семилетняя война проходила еще и в Америке. Франция и Англия воевали на территории Соединенных Штатов Америки, в будущих Соединенных Штатов Америки. Тогда это еще была Северная Америка. И она затронула практически все европейские государства. Противниками англичан были французские войска, колониальная милиция Новой Франции и канадские индейцы во главе с Пантиаком. Пантиак. Вождь индейского племени Оттава. Сражался на стороне французов во время Франко-Индейской войны 1754-1763 годы. В 1763 году возглавил восстание индейцев против англичан. В 1766 году, после неудачной осады Детройта, был вынужден заключить мир с Англией и признать власть ее короля. Был убит при неясных обстоятельствах в 1769 году. Его имя носит марка автомобилей и ряд городов США и Канаде. 9 июля 1755 года в сражении при Мононгахеле французы и индейцы Пантиака разгромили отряд генерала Брэддека. В следующем году Англия объявила войну Франции. Началась Семилетняя война. Вольтер писал, политические споры настолько обострились, что один пушечный выстрел в Америке бросил всю Европу в огонь войны. Однако как получилось, что традиционное противостояние Англии и Франции переросло в международный вооруженный конфликт? Тому причиной стало так называемое переворачивание альянсов. То есть сложилась новая расстановка сил в Европе, вызванная выходом на поле политической активности нового игрока – Пруссии. Историческая роль Пруссии заключается в том, что именно она стала эпицентром центростремительных процессов, которые в XIX веке привели к объединению немецких земель и образованию Германской империи. Начало этому движению было положено прусским королем Фридрихом II. Фридрих II или Фридрих Великий, известный также по прозвищу Старый Фриц, король Пруссии в 1740-1786 годах, представитель династии Гогенцоллернов, яркий представитель просвещенного абсолютизма и один из основоположников прусско-германской государственности. Во главе Пруссии стоял очень интересный человек, человек, который вдохновлял впоследствии многих людей. Не случайно, кстати, Наполеон поклонился на могилу Фридриха, приходил поклониться могиле Фридриха и попросил весь его дворец, который был уже музеем, оставить нетронутым, то есть нетронутым здесь ничего. Он называл его великим человеком. Фридриха вообще в целом тогда оценивали как величайшего полководца и величайшего правителя. Фридрих Великий и сегодня почитается одним из трех общегерманских национальных героев. Наряду с объединителем немецких земель и первым канцлером Германской империи Отто фон Бисмарком и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауром. И вот в борьбе за укрепление своего личного влияния он попытался решить свои внутренние проблемы за счет, скажем так, победоносных войн. И первоначально как будто это начало так, как будто даже удаваться. Союзы были созданы. Но ход войны был весьма и весьма противоречив. Перед тем, как вступить в крупномасштабную войну за передел карты Европы, Фридрих Великий провел ряд серьезных реформ по модернизации своей страны. В отличие от своего отца, которого за глаза называли фельдфебелем на троне, Фридрих приобрел реноме короля философа. При его дворе обитали философ Вольтер, композитор Иоганн Себастьян Бах, математик Эйлер. Действуя в духе просвещения, он отменяет цензуру газет и других печатных изданий, запрещает пытки приведения следствия, притворяет в жизнь принцип разделения властей, объявляет свободу вероисповедания. Все эти меры превращают Пруссию в цветущее государство, где находят себе приют ученые, десятки тысяч религиозных диссидентов и людей, ведомых честолюбивыми амбициями. Но Пруссия все равно оставалась маленьким германским королевством, лишенным природных ресурсов. Ей во что бы то ни стало требовалась победоносная война, способная принести значительные территориальные приобретения. Это было связано с конфликтом первоначально между Австрией и Пруссией за обладание территорией Силезии. Что такое Силезия? Это территория, скажем так, на стыке современной Польши, Чехословакии, Чехии и, соответственно, Германии. Она была очень богата природными ресурсами, вот эти горно-рудные залежи, а также наличие лесных вот этих ресурсов. Фридрих в ходе двух кампаний отнимает у Австрийской империи богатую провинцию Силезия, тем самым удвоив население своего королевства с двух миллионов до пяти и увеличив на треть его территорию. Его агрессивность привела в движение процесс сложения новых альянсов. Франция, Австрия и Россия объединились против Пруссии. Семилетняя война – это была первая война, в которой Россия участвовала для решения не своих национальных задач, а задач вообще европейской политики. Россия определенно имела обязательства перед австрийцами, перед другими государствами, и поэтому она приняла участие в этой войне. Хотя, конечно, речь о национальных интересах в этой войне не шла никаким образом. Эта война была связана исключительно с политикой. Кстати, не случайно впоследствии многие историки говорили, что политика национальная изменилась как раз именно с начала Семилетней войны, когда Россия начала участвовать в европейских делах, которые оплачивались кровью русского солдата. Поговаривали, что подлинной причиной участия в войне России был нелестный отзыв о российской императрице Елизавете Петровне, слетевшей из уст жены-ненавистника Фридриха. Так или иначе, вновь сложившийся альянс за глаза называли «Союзом трех баб». Австрийской императрице Марии Терезии, российской Елизаветы и фаворитке французского короля Мадам Помпадур, фактически правившей страной. Этот противоестественный альянс был обусловлен не столько политическими или экономическими интересами той же Франции и России, сколько интригами австрийской и британской дипломатии. Первая стремилась с чужими руками спасти гибнущую империю Габсбургов, а вторая – отобрать у Франции ее заморские колонии. Против интриг оказались бессильными рациональные расчеты Фридриха, неожиданно оказавшегося в окружении трех могущественных держав, превосходивших в десятки раз своей силой и ресурсами маленькую Пруссию. Прусский король до самого конца надеялся, что английская дипломатия удержит Россию от вступления в войну. Когда этого не произошло, он решил положиться на собственный полководческий талант, храбрость и военную выучку своей армии. Это было связано, наверное, с такой иллюзией, которая возникает у умелых, скажем так, организаторов военного дела, что решить проблему, победить противника можно за счет одной или нескольких боевых операций. Идея Блицкрига. И вот, честно говоря, действительно, с одной стороны возникает недоумение. Почему небольшая страна, которая только находилась на пути своего становления как государства, Пруссия, решилась на конфликт с таким количеством стран, а именно с Австрией, с Россией и рядом других европейских стран. Почему? Но это именно идея, что решить проблему за счет одного или нескольких удачных военных ударов. Сначала прусский король молниеносным броском захватывает столицу Саксонии, город Дрезден. Пришедшая на помощь саксонцам австрийской армии под командованием фельдмаршала Броуна терпит от пруссаков сокрушительное поражение. Та же участь постигает и французов, разбитых в битве при Росбахе. Причем старый фриц одерживает победы над превосходящими силами противника. Настоящий Блицкриг. Однако самонадеянность Фридриха была наказана в сражении при Колине, в котором побеждают австрийцы, имевшие почти двукратное численное и огневое превосходство. Он, наконец, понимает, что против лома нет приема. Таким образом, военная кампания 1757 года заканчивается боевой ничьей. Тем не менее, она показывает, что Франция и Австрия не в состоянии одни победить маленькую Пруссию. И тогда в войну вступает Россия. Когда Россия начала готовиться к войне с Пруссией, оказалось, что в России, в русской армии не хватает легкой кавалерии. Вот то, что у Пруссаков было очень хорошо поставлено, это гусары, легкая кавалерия. В России гусар практически не было. Вообще, русская кавалерия отставала на целый порядок от европейских кавалерийских соединений. И проблема легкой кавалерии привела к тому, что русское военное командование приняло решение, чтобы компенсировать нехватку легкой кавалерии, привлечь ирегулярные части. И вот вначале была ведь создана специальная конференция, так называемая, она приняла решение пригласить около 4 тысяч калмык, 2 тысячи башкир на эту войну и большое количество другой национальной конницы. Однако от мобилизации названного числа башкирских воинов власти отказались из-за опасения возобновления только что закончившегося башкирского восстания 1755 года. Оренбургский губернатор Иван Неплюев следующим образом мотивировал сокращение наряда, возложенного на башкир. А особливо, без сомнений, что под случай оного наряда наипачишь, когда узнают, як очиниться от жилищ их и от здешних мест в отдаленные места оставшиеся между ними кроющиеся злодеи не стали толковать того по своим злым видам. Иными словами, он опасался вредной агитации, могшей возникнуть в результате широкой мобилизации башкир на войну. Историк Семилетней войны Дмитрий Масловский пишет 19 июня 1757 года к армии прибыло. Мещеряков 500, Башкир 500, Ставропольских крещённых калмыков 500, Казанских татар 500. Одежда разнородных была их национальная, построенная перед походом средствами правительства. Вооружение было самое разнообразное, но несомненно, как холодное, так и огнестрельное. В Башкирии происходило в это время крупное восстание, были сложности, и в конечном итоге подсчёты привели к тому, что реально на войну уходило тысяча калмык отдельно, и была создана так называемая четырёхнародная команда. Вот это очень интересное образование, четырёхнародная команда, в которую входило 506 башкир, 506 мишарей, 516 калмык и 500 казанских татар. Она называлась четырёхнародная команда, то есть состояла из четырёх народов. Многие башкиры, в отличие от своих коллег из четырёхнародной команды, вступили в поход, облачённые в кольчуги, панцири и шлемы. Командиром башкирского полка был Кедрас Мулакаев, а его помощником Тимир Мутин. Кедрас Мулакаев, башкирский старшина Каратабынской волости, главный старшина Ногайской дороги, жил в ауле Кедрас, нынешнего Давликановского района Республики Башкортостан. Тимир Мутин, башкирский старшина Гирейской волости, жил в ауле Токталачук, нынешнего Актанышского района Республики Татарстан. Впервые правительство, конференция, приняло решение пошить им мундиры, потому что она выходила на Европейскую войну, хотелось показать очень хорошо. Было выделено сукно, достаточно дорогое было удовольствие, и были пошиты специальные мундиры. Для башкирами шарей зеленого цвета, для калмык красного цвета, а для казанских татар синего цвета. Калмыки имели, около 64% калмыков имели оружие. Татары имели меньше, мишарей имели меньше, но оружие в них имелись, у башкир их не было. Это было связано с последствиями указа 11 февраля 1736 года, который запрещал башкирам иметь огнестрельное оружие. Справедливости ради нужно заметить, что огнестрельное оружие не является показателем боеспособности, так как в кавалерийских атаках оно не применялось, чего нельзя сказать о пиках и саблях. Привлеченные вот эти башкирские кавалерийские команды, они показали себя очень позитивно, о чем вот констатировали в последующем оренбургские губернаторы, которые, кстати говоря, были сами участниками Семилетней войны, которые подчеркивали роль организаторов башкирских команд, героизм башкирских воинов, которые, имея фактически холодное оружие и практически очень мало огнестрельного оружия, проявили настоящий героизм в борьбе с противником, который был вооружен в основном огнестрельным оружием. Как пишет вышеупомянутый Масловский, все эти разнородные команды оставили по себе память лихих наездников. Однако прусский барон Архенгольц оставил нелицеприятное описание их действий. Эти изверги убивали и калечили безоружных людей с сатанинским наслаждением. Их вешали на деревьях, отрезали им носы и уши, отрубали ноги, распарывали животы и вырывали сердце из груди. Они зажигали из дикого сумасбродства села и местечки и оцепляли обреченную на сожжение местность, чтобы люди сгорели живьем. Насколько данное описание соответствует действительности, сказать трудно. Отечественные историки считают, что это не более, чем прусская пропаганда, стремившаяся вызвать сочувствие Европы в условиях русской оккупации. Но доля истины в этих словах безусловно есть. Иррегулярная кавалерия часто выполняла приказ командования по опустошению вражеской территории, что было естественной для того времени практикой. Дело в том, что и калмыки, и башкиры действовали в рамках ордынской тактики. То есть они выжигали деревни противника, считая, что это противник, уничтожали все, так сказать, запасы. Ну, стандартная такая тактика введения боевых действий в степи. Но для Европейского театра военных действий это казалось несколько необычным. И прусское население начало стремительно разбегаться. Очень было много беженцев в Кенигсберге. Наконец, 19 августа 1757 года близ деревни Гросс-Егерсдорф состоялось первое сражение русской армии с прусской. У русского фельдмаршала Степана Апраксина было 55 тысяч человек. У прусского фельдмаршала Ягана фон Левальда 28 тысяч. Пруссаки внезапно атаковали колонны русских и смяли их правый фланг. Казалось, что налицо очередная победа прусского оружия. Однако генерал-майор Петр Румянцев, подавшись четырьмя полками сквозь лес, врезается в левый фланг противника и спасает положение. Ход сражения изменился благодаря мужеству и героизму солдат и в том числе представителей четырехнародной команды, то есть и Башкир, и Мишарей, и Калмыков. И в конечном итоге русская армия победила. В бою участвовали все представители этой команды. А затем, когда русская армия стала разбегаться, то в преследовании бегущих противников, русаков, четырехнародная команда продолжала участвовать. То есть она работала и после сражения, еще второй день. Однако плодами победы фельдмаршал Апраксин не захотел воспользоваться. Вместо преследования противника он почему-то дает ему спокойно отступить. Этот момент запечатлен в кинофильме «Гардемарины 3». Ваше высокопревосходительство, прикажите им идти по следу Фридриха и победа будет полной. Чур, чур! Нежно, можно Фридриха победить. Фридрих нас в ловушку заманить хочет. Я давно разгадал его стратегию. Я знаю, у него силы огромные, к нему на подмогу идут. Бить барабаном отступление! К сожалению, плодами этой победы при Гроз Егерсдорфе российская армия не смогла воспользоваться. Почему? Потому что командующий русской армией фельдмаршал Апраксин проявлял нерешительность. Это было связано с тем, что он полагал, что очень скоро к власти придет новый цесаревич, то есть наследник престола Петр III. И поэтому не проявлял, скажем так, оперативность, которая возникла в результате этой победы. И, соответственно, через пять лет, примерно, получается, в 1961 году его прогноз сбылся. А именно, Петр III, который пришел, вошел на российский престол, он, стало быть, являлся горячим поклонником Фридриха. И фактически он пошел на то, что даже вывел российские войска с территории Пруссии. То есть отказался от таких побед российского оружия и не обеспечил политического контроля не только там, скажем, над Польшей, но и над Пруссией. Хотя такие возможности у него были. Победа россиян развеяла миф о непобедимости Фридриха. Михаил Ломоносов в честь нее пишет Оду. Парящий слыша шум орлицы, где пышный дух твой Фридерик. Прогнанный за свои границы, еще ли ты мнишь, что ты велик? Фридрих после сражения при Гросс-Егерсдорфе изрек. Русского солдата мало убить, его нужно после этого еще и повалить. Страх и пиетет перед гением Фридриха был настолько велик, что даже после очевидных побед русского оружия в сражении при Гросс-Егерсдорфе и особенно при Кунерсдорфе русские военачальники отказываясь верить своему счастью не предпринимали никаких действий по окончательному разгрому противника. Чем фактически потворствовали прусскому королю. По окончании кампании 1757 года четырехнародная команда выполнив все поставленные перед ней задачи отбывает на родину. Калмыков, Мишар и Татар отпускают по домам. А Башкир перебрасывают на охрану восточной границы ввиду активизации Китая. В Башкирию они вернулись лишь в 1759 году. Для европейской войны середины 18 века в целом башкиры смогли участвовать на равных с легкой кавалерией противника. То есть достаточно высокий уровень боевой подготовки. Для того времени вообще в целом это было войско вполне достойное по своим боевым возможностям по ресурсу конскому для участия в европейской войне. Вот главный вывод, который сделало русское командование. И мы увидим, что впоследствии уже во второй половине 18 века оно использует башкир в европейских войнах, например, против шведов. Башкиры, калмыки, мишари и до, и после прусского похода участвовали во всех войнах, которые вела Россия. Чего нельзя сказать о казанских татарах. По казанским татарам это был единственный, кстати, случай, когда они были отдельной национальной командой, выступали в качестве участников четырех народной команды, но командование быстро сделал вывод о том, что они не могут нести военную службу на равных условиях. Вот калмыки, да, башкиры, да, мишари, да, казанские татары нет. То есть здесь было понятно, что у них не просто таких навыков нет. А навыки эти приобретаются, конечно же, не за один день, это годами навыки приобретались. И понятно, что здесь было проще привлечь тех, кто умеет, чем переучивать или учить кого-то, кто еще не умеет. В 1759 году русская армия под командованием генерала Салтыкова разгромила самого Фридриха в битве под Кунерсдорфом. Все потеряно, спасайте двор и архивы, панически писал незадачливый король. Дорога на Берлин была открыта. Однако русская армия вместо того, чтобы преследовать врага, вновь отступила и в очередной раз упустила из рук победу. Фридрих с радостью пишет своему брату Генриху. Я возвещаю вам о чуде Брандербургского дома. В то время, когда враг, перейдя Одер, мог решиться на вторую битву и закончить войну, он ушел в направлении Мюль-Розы. Но будет еще и второе Брандербургское чудо, то есть чудесное спасение Пруссии и династии Гогенцолернов. В конце 1761 года умирает императрица Елизавета. Русским царем становится внук Петра Великого по материнской линии герцог Карл Петер Улерих Гольштейн Готторпский при венчании на царство, принявшее имя Петра Третьего. Он, будучи фанатичным поклонником Фридриха Великого, немедленно заключает мир с Пруссией и тем самым спасает ее от неминуемого поражения. Он также отказывается от всех завоеваний русской армии. Британия действительно показывала, что она является фактически владычицей не только Марией, но и в какой-то мере мира того 18 века. Для России надо отметить, что в целом военная кампания завершилась успешно. Хотя, конечно, потери российской страны исчислялись сотнями тысяч. Более по разным оценкам от 130 до 160 тысяч человек были потери со стороны России. В то же время у Австрии 400 тысяч человек. Таким образом, Россия не приобрела ничего, кроме военного опыта. Пруссия сохранила за собой Силезию и право на существование, став тем семенем, из которого выросла будущая Германия. Франция потеряла все свои колонии в Северной Америке и в Индии. В выигрыше, как всегда, осталась только Англия. Русские патриоты считали заключение мира с Пруссией государственной изменой. Не случайно Михаил Ломоносов написал следующие строки. Слыхал ли кто из в свете рожденных, что торжествующий народ предался в руки побежденных? О, стыд! О, странный оборот! Так или иначе, во время Семилетней войны в Европе сложилось четкое убеждение, что даже при бездарных генералах русская армия способна побеждать благодаря стойкости и храбрости простого солдата. Субтитры создавал DimaTorzok